меня зовут стас я приветствую всех на канале чок-чок и сегодня у нас мы вернее в гостях у нашего друга у саши дружинина всем привет дорогие друзья да и сегодня мы будем вам снимать от стрел значит устройство professional short range с конусом 0,2 миллиметра система портированная конуса стабильно композиционные как всегда в общем мы линейка professional вам почти все показали кроме этого устройства сегодня этот момент мы добьем чтобы у вас было полное представление о работе всей линейки и уже кстати в черном цвете да я вам показал какими они еще бывают то есть покрасил и взял крашеное устройство значит черном цвете как они выглядят на стволах миша под съем сделает все посмотрите она сейчас совершенно новое то взято устройство из уже общей массы оптовых но и из серийных скажем да и которые уже поедут к вам я вот сейчас маленько подойду миша показывает настройка вот так выглядит она в окрашенном виде там еще потом после отстрелов под съема сделаем чтобы вы посмотрели как краска держит нагрузки стрелковые то есть без проблем она все держит краска надежная потом все покажем и друзья будем отстреливать не просто так а сделаем сравнение будем сравнивать с штатным 025 чоком то есть штатный 025 до 0 2 наш professional для отстрела взяли мою бинель м2 я буду стрелять штатным 025 4 риски вот тут сейчас миша под всем сделают вот собственно это штатные чоки ну 35 и 20 метров на 20 на 35 метров тройки для гусятников снимем несколько выстрелов сравним с 025 в универсаль вот вы когда гуси охотитесь на 25 и поставили на близкие дистанции а вдруг гусь 50 метров пошел вот и посмотрим схватит вашего 025 на 50 метров и как он будет логично работать на дистанции 25-35 по сравнению с нашим 0 вторым профессион надо понимать что тут конус 025 на на пять сотых миллиметра ту же то есть у него в принципе уже как бы моему хочется должна быть больше фору даем как говорится штатному чоку а у нас 0 2 и от этого будем исходить на отстреле погнали так друзья мы ведем отстрел на полигоне номер один это рядом с новосибирск это в сокуре кто местный тот знает но даже если не местные то рядом с новосибирскому 60 километров у центра города вот здесь есть там галерея 50 метров есть площадка скит можно приехать там пострелять и для нарезных галерея 150 метров открытый павильон для стрельбы скажем тогда открытый огневой рубеж столы приезжаете стреляете если надо привести оружие к бою вам ребята подскажут настроят к номер телефона александра в описании звоните если скажете что от александра дружинина получите скидку поэтому не нарушайте закон я теперь доход и пристреливать все есть и и где-то 100 150 тут можно 150 там соседней галерея 50 здесь но можно стоить здесь тоже она организована но мы площадка скидка как я уже говорил но поэтому номер телефона александра в описание звонили сюда видите пятерка фетр у всех одинаковая совершенно ну быка кадра грамма ложим вот отсюда у нас смотрите отсюда 35 метров стас вот отсюда у нас вот она линия 35 метров я в левую со штатным стас правую погнали давайте первый стрелять чтобы не вздрогнуть от выстрела дробин ну вот смотри берем давай сначала вот эту разберем вот самый центр пустой на обе мишени стою сточетом и 14 это грубо говоря 55-60 процентов да там вся кодета центр вот тут пустой вот допустим рябчик сидел я вот так вот целился да я промазал видите ну как бы много тут много окон пятна и так далее на штатных чоках конечно много но смотри вот дыра и по количеству дробин здесь в любом случае все равно это ну вот они дыры я вам обессовываю то есть тут куда ни возьми везде тут видишь нету систему управления внутриконусным давлением в этих конусах тут даже вот поэтому патрон он в любом случае не получает необходимый уровень боя то есть и по равномерности конечно есть вопросы и так далее то есть и точка встречи снаряда на конусе естественно но если мы здесь посмотрим это вот выстрел тем же самым боеприпасом только уже на устройстве professional short range ну как бы сами тут очевидно просто вот тут разговаривать даже особо то чё разговаривать реально но прям получше выстрелы вот тут земля и небо я говорю тут вот куча подранков будет и самое то главное что тут работает весь край осыпи работает тут фронты конкретно тут по краям это подранки сто процентов тут надо четко попасть центром в центре дыры ну то есть сами решайте еще на 20 давай тройкой сначала со тройкой на 35 метров тройка тридцать работ его некоторые просто говорят что они 025 тройкой гуся стреляет до 40 45 там метров друзья не забывайте подписываться на наш телеграм-канал я там выкладываю все самые свежие новости о наших разработках все новости о том какие будут скоро у нас видео это практически программа телепередач наших каналов и соответственно там я выкладываю очень много подробных фото видео по дульным устройством там по их разновидностям и так далее вам там будет очень интересно обязательно подпишитесь фэнтер тройка 32 грамма без контейнер абсолютно одинаковые вот они конечно вот заряжаем также я в левую стас права 35 метров чудо стал ты стрелять твои что даже очки не 109 ну вот друзья 8 еще понимать что я что-то это ниже стрельнул и левее то есть центр вот тут вот а я вот стрельну ниже и левее и у меня осыпь прошла вот так но и тем не менее всего 125 прилетела практически там 90 процентов там 87 вот так вот тут 88 дороги так тут и фронты накрыты и центр прям такой ну ну а тут опять же вот смотри вот если так разбираться вот опять окно да вот окне туда же дело не вот тут дело в самом формировании снопа то есть надо понимать что сноб он должен формироваться непосредственно с определенным наполнением центра то есть он должен формироваться чтобы у вас и фронты были закрыты вот вы гуся зайцы стреляете на фронтах да то есть тут у нас легко бьется видите везде по фронтам и в то же время на подальше чтоб тянуться чтобы у вас какой-то определенный запас был то есть в линейке торнадо допустим да там мы создаем просто равномерный бой и все на линейке про фэшн то есть там отсутствует среднерадиальное наполнение на широкобойных вот таких как short mid здесь же наоборот у нас присутствует необходимая часть среди радиального наполнения то есть вот если мы берем диаметр да вот это это диаметр снопа то как вы видите ровно на половине то есть одна вторая то есть средний радиус вот если мы вот так вот проведем это и будет как раз вот само наполнение и остальное это фронтальные но опять же устройство сделал всего два выстрела мы помним что для того чтобы она начало стрелять уже максимально так как она рассчитана она должна сделать не менее 150 выстрелов то есть ну хотя бы соточку да и плюс в том что смотри взять допустим 50 метров до вот центр пустой и прилетит буквально несколько дробин здесь же смотрите есть вот этот центр на 50 метров накроет лист но это сами все увидите но давай я сейчас перестреляю просто вот эту же мишень может быть пока покажу вот в ровную в ровной величине вопрос хотел тут ну как бы ну ладно принципе и так видно все принципе как вы можете перестрелять на самом деле я уверен что тут лучше не будет потому что я хотел показать вот это всего второй выстрел он даже 3 4 уже будет лучше они как правило первые пять шесть выстрелов они прям дают 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 результат по равномерности я вот ну просто хотел показать ребятам как она вообще ну давай еще расстрельным та же самая тройка вот быка загружаемся да но штатным мы решили не перестрелить там потому что там по центру все было четко ну собственно говоря вот что я и хотел показать вам я перестрел не только для того чтобы вы понимали что во время обкатки там смотрите там вот порты но в стабилизаторе давай вот стабилизатор давайте покрупнее где нет тут вот стабилизатор у него порты вот так под углом стоят ну вот толщина металла и у вас вот снаряд идет вот так и когда он на порт заходит видите вот этот острый угол он срезает часть пластика вместе и выбрасывает из порта тем самым оттормаживая непосредственно ваш обтюратор так вот пока он чересчур острый он его плохо оттормаживает тем самым не давая системе до конца хорошо работать но даже 23 выстрела у без контейнерными патронами немножко его уже оббивают и потом мы сразу видим что система выровнялась по бою что собственно говоря вы видите на мишени то есть вот именно это я и хотел вам показать плюс у нас конус на это металл соответственно конусная должна тоже обкататься часть он должен просто металл маленько поиграть потому что у него же он способен живить соответственно он чуть-чуть может расширяться при прохождении снаряда и опять сужаться то есть он играет немножечко чтобы металл играл везде то есть одинаково по всей окружности конуса то есть на всей площади конусной части ему нужно немножко выстрелить и все и перо статическое сопротивление на конусах она сразу тоже выравнивается и мы получаем вот такой вот бой на пятерочку на этом реально вырос потому что вот плюс вот тут смотри взять вот вот тут тут когда даться плывущая вот утка плывущая это я к тому что вы часто стреляете по воде на тур по поводу не но допустим стреляешь утку сбил ее а и она подрана канал плывает у крыл сломаная и ты начинаешь на 35 метров а представьте 40 метров и и стреляешь ее вроде бы обсыпает а она плывет то потому что вот ее реально обсыпает это не в патронах дело а именно надо настраивать бой вашего оружия собственно здесь такой истории уже не будет там по любому несколько дробин у нее придет ну вот он сейчас каждым выстрелом будет все лучше лучше показать результаты по мере обкат так ну пойдем на 50 а потом на 20 наверное сейчас нет час на 35 стрельнем а единицы единицы и мы его не будем сильно так стрелять это устройство в принципе рассчитано на максимум для гусятников и утятников зайчатников я имею ввиду там дроби ну максимум до 0 вы используется в таких устройствах для близкого боя но и у им 20 можно козу на 10 метров на 20 до 30 метров лежит я просто говорю что смысл нет стрелять крупными там а какими-то этими мы сейчас вот 35 метров оставляем ся единица значит и соответственно отстреляемся если надо потом уйдем к полтиннику еще просто это к тому что устройство класса short close и mid можно отнести к универсальным таким то есть при желании можно и дотянуться на подальше конечно на коротке дает широкий будет понятное дело настройки боеприпаса можно добиться универсальности конечно игрой боеприпасов всегда можно поменять устройство и настроить не ну под тот необходимый который нужен я к тому что многие спрашивают не надо вот что-то универсальное вот что-то вот из разряда вот close short нет можно таки вот дальше уже надо понимать зачем почему так мы меняем дальше работаю вот 50 метров друзья 50 метров ты поверни от нерку не вот вот я тоже 42 грамм 2 совершенно одинаковых патрона 40 грамм ложевых стволы и по очереди стрельнем тут нос кого-то немножко ребята сорок пять и тридцать одна простым да и языком на 3 процентов этот работает на 3 этот работает лучше на 3 процентов работает лучше это прям очевидно равномерность и равномерность да и теперь смотрите вот тут ну допустим улетающий гусь сто процентов мимо но если повезет какой-нибудь дробина это подранку вот такое формирование снопа подранку это это подранки вот отсюда и те как раз подранки у людей которые говорят что вот мы стреляем просто по 4 4 риски вкручиваем бенели стреляем и они мне объясняют на 25 метров на 20 бьется на 30-35 приходится бегать еще утягивает а на 45-50 ну видно что попадают но он улетает да но нагруз теперь смотрите вот для меня опять же это идеальный бой на 50 метров потому конечно потому что смотрите вот тут еще где-то 45 дробин 50 ну да где-то там 50 дробин еще вокруг целью и припасе 95 дробин встречи грамм да то есть получается вот тут у вас еще грубо говоря сантиметров по 20 грубо говоря круг полтора вот смотрите я просто единицу обложу дальше продолжаю область они единицу которая прилетела но вот в карту давай для чистоты представляете что теперь давай для чистоты эксперимента здесь вот одна единица такого но вот а здесь она вот она еще и то есть полностью вот эти все фронты они работают если гусь допустим летел вот здесь а вам а ну а вы выстрелили вот сюда вы просто его еще фронтами зацепить да и все это у меня за счет ширины боя пятерка 32 грамма и это разогрение фетер все один в один 20 метров от в воде гранаты да так ну я также в левую а пойдем посмотрим сразу ну вот смотрите пятерочка 32 грамма по вот этому боеприпаса у него всего 167 дробин объясняя почему потому что даже уже на этой близкой дистанции вы у него смотрите вот сама группировка она вот она вот так же как у меня допустим если брать что я вот стрелял вот сама группировка она вот она но здесь лучи максимально выходит но даже вот один можно не брать это всегда такое бывает мятая дробинка попала что-то еще 15 сантиметров от группировки максимально по дальнему а в основном у нас идет вот 10 сантиметров от общей группировки ну вот у нас лучи здесь максимум 10 сантиметров за счет стабилизации вот наши системы стабилизационной то есть объясняю для тех кто недавно смотрит наши передачи вот стабилизатор все что вы видите за срезом ствола это таки стабилизатор и вот все что вот здесь дробь после конусные негативные инерционные составляющие они гасятся и снаряд приобретает направление параллельно направленная к оси выстрела и мир мы получаем то что у нас лучей нет у нас просто ничто никуда не ушло а я даже вот не отметил еще несколько дробин посмотреть посмотрела округлить забыл посчитать посчитал они не округлил вот и у нас получается что у нас вся группировка вот она она все у нас никуда ничего не делась у нас центр не переполненный уже даже на этом расстоянии тот же тетерев не был бы разбит уточка не было бы разбито и в то же время у нас фронты а здесь смотрите вот она пошла это насколько она должна была уйти это то есть чтобы сюда вот в патроне 206 дробин плюс минус там 1 2 дробины 1 2 дробины вот сколько мы считаем всегда так в этих боеприпасах 205 среднем должно быть дробин там 205 26 и вот за счет вот того что он заполосил вот сюда вот видите на низ заполосил вот прошел у нас дробь низом прошла очень много за счет того что у нас вот здесь вот вот видите отверстие то есть она сюда пошла сюда пошла с мода пошло лучи лучи вот как раз таки и неравномерно выбросили вот эти вот там порядка 35 дробин они просто выбросили из снопа просто вот смотрите да друзья иными словами взять конкретно вот тут вот рабочий центр но он перегружены тут будет уже сильно разбивать там такого в сгущении да нету и теперь смотрите если даже взять сам основной снов ну там ширину что здесь и здесь примерно даже допустим они одинаковы по по ширине но здесь допустим 1 2 дробины это подранки могут быть уже видите даже на 20 метров вы можете сделать то подранка и при всем при этом даже если все это отметим сравним что допустим примерно на 20 метров одинаковые допустим осыпи но вы сами видели что профессионал шорт на 35 и 50 метров дает более кучную более ровную осыпь ну и соответственно на воде и дает более кучно счет того что он не уходит но рван нерваная осыпь и лучей меньше нет я просто к чему нету а там лучей много вот такими же лучами и уходит это единица в непонятное я проще и говорю то есть и если кто-то даже сейчас и смотрит что плюс-минус там уж там уж вина одинаковая может быть да типа можно так подумать что на 20 метров работают они одинаково ну предположим мы с вами даже допустим с садовым метров не ну допустим мы согласимся но а 35 на 35 и 50 уже professional short прям как колоссальный плюс дает поэтому гораздо универсальная то есть я к чему и говорю то что одно наше устройство заменяет три а то и четыре штатных то есть он шорт на грубо говоря 20 метров работает как 0 25 даже как цилиндр он наверно сработает и на 50 и 30 опять как штандар как стандартный полный чок работает то есть о чем я и говорил то что там там наши устройства они заменяют несколько штатных ну естественно и самое главное что работают края фронта работают сто процентов так ну все наверное да данный ролик заканчивать все контакты по приобретению по консультации в описании под роликом ссылка на на магазин чок-чок если хотите пообщаться со мной и сделать у меня заказ в свой рабочий номер я оставлю в описании звоните пишите если не ответил обязательно отвечу ну да если нужно позвонить ко мне у меня на канале тоже номер есть да ну либо на канале либо на ну сайте также есть но звоните обсудим подберем то что вам нужно либо из-за линейки professional торнадо hunter уже в наличии скоро global уже прям совсем скоро будет то есть про каждой линейки подберем и так далее все что вам нужно на этом данный ролик друзья можно заканчивать спасибо за внимание ролик всем кто пытается стрелять штатными чоками будет в назидание что вы понимали в чем разница плюс мы уже не неоднократно это все снимали но шорт он просто в сотню раз универсальнее вот и да в том-то и дело то есть ты не будешь каждый раз перекручивать устройство там вкрутил один раз и до полтинника у тебя работает офигенно дальше уже понятно там лонг либо там кстати me to professional неплохо работает на 50 и дальше там уже надо думать поэтому друзья если надо устройство какие-то задачи как заходит но я говорю там надо уже думать там градация такая прям очень такая вот прям тонкая все всем пока всем спасибо за внимание друзья до свидания ну и Продолжение следует...